МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цикл сюжета про самая ведовишная новогодняя премьеры протягни репортаж с Гомельского цирка. Завтра в регионе чекаются туманы и гололедеца, да и просить быть уважливыми на дорогах. А зараза б гэтым и иншим – больш подрабязна. Пятеро детей, яких неколи покинули родные батьки, сегодня отримали самы долго чеканы новогодний подарунок. Клопотливых мать, батьку и великий семейный очах. Сегодня уведцы урочисто открыли дитячий дом семейных отыпу. У гостях у новосела у побывала Ганна Ковалева. В удовництвах этого двухповерхового коттеджа началось летом. Сегодня я целиком готова до встречи с новыми господарами. Ими станутся Наталья, Миколай Агафоновы и пятеро их приемных детей. Яны вырастили родную дачку и двой, шестали дядолем и бабулей. Усыновить приемных детей пропоновала Наталья. Муж и дыр подтримал. У першиню своих будущих батьков. Готые дети увидели в вересне и сразу же назвали мамой и татом. Арсений был в доме малютки. Он вообще отказничок. Его за три года никто ни разу не навестил. Вот. Никто. Детям нужна ласка, забота. Самое главное. Тепло родительское деткам нужно. Старые дети кажутся, для их новогодних жаданий увасобляются уже зараз. За день до официальных открытий в новом доме семья Агафоновых у першиню зустрелась в полном составе. Дорога, в ближайший год яна пополнится еще пятью детьми. Относимся мы друг другу хорошо. Называем маму и папу. С появлением моей новой мамы и папы в моей жизни изменилось все. А это будет первый Новый год, когда мы соберемся с семьей вместе. Этот детячий дом семейного типу 42-й полик у Гомельской области. На его будовництво с областного бюджета было выделено 320 тысяч динаминованных рублев. Котедж площадью больше за 190 квадратных метров обсталявлены всей необходимой меблей, техникой и навод системой видеоназирания. Школы-интернат у нас уже нет. Который год подряд мы практически выполнили поручение президента Республики Беларусь о ликвидации школ-интернат общего типа и у нас уже их не существует. На Гомельщине у детячих домах семейного типу сегодня выховывается 298 хлопчиков и девочинок. На наступным тыднях эта личба повеличится на 6. Столько детей со своими приемными батьками поселятся у новый дом в Чачирском районе. Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, Телерадо Компания, Гомель. Сегодня у системы ЕРЫБ з'явилась новая опция – макчимость оплаты послуг по их индивидуальным коде. Это допоможает проводить платежи больше худко и сручно. Шукать необходимую послугу в дереве программы больше не нужно. Корыстальники системы должны вызначить спис послуг, которые периодично оплачивают. Затем один раз доведаться про коды и в дальнейшем уводить их при оплате. Для этого достатково натиснуть оплату ЕРЫБ по коде послуги. Ознаемиться с кодами можно на сайте расчет.бай у разделе «Плательщикам. Пошук по послугах и платежах». Держа-Аутоинспекция протягивает профилактическую акцию «Жицё дорожайшее за шины». Супрацовники ДПС суместно с работниками сервисного центра вызначили, кому за автоматра треба терминово изменить обуток автомобиля. С приходом зимы у водителя узъявляется широк проблем. Снежные заносы створают небеспеку не меньшую, чем обледенелые дороги. Колькость аварии повеличивается. Каб взвернуть увагу водителям на стан шин, Держа-Аутоинспекция провела профилактичесный огляд. Удельники акции могли проверить тиск у шинах и подкачать их. А кроме того, вызначался узровень взносу протектора. До речи с початку Снежни у Гомельской области инспекторы ДАИ выявили омаль 900 водителев, которые не перебули свои автомобили. У темлику у Гомеля – 205. Ответственность за неиспользование зимней резины предусмотрена частью 5 ст. 18.22 кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение предупреждения либо штраф до 0,5 базовой величины. У совести с резким погаршением дорожных умов Держа-Аутоинспекция просит усих удельников дорожного руху быть особливо уважливыми. По информации областного гидромедцентра, завтра на большей части территории региона чекается туман на дорогах Гололедеца. Водителей просит выбирать безопасную худкость руху и дистанцию. Пешеходам варто быть обачливыми при переходе проездной частки и на припынках громадского транспорта. У темный час суток треба використовывать фликеры. На Гумишчине распрацованный комплекс мероприемства по организации занятостей школьников подчас зимовых каникулов. У вольный час навученцам пропонуют самые разностайные занятки. От проведения спортивных акций до удоскональвания веда у сферы компьютерных технологий. Особливая увага будет звернута на проведение профилактичной работы. Олег Сентероус устрелся с распрацовщиками мероприемства. 23-го снежная у школьников опошний день занятку. И потом до 9-го студеня зимовые каникулы. Только на Гумишчине это отпочинок для больше 150 тысяч детей и подлетков. Задача дорослых распроцовалась для их такие мероприемства, как было текаво и корисно. Знайсти занятки для всех школьников, особливо в невеликих пёсках, довольно складано. Але им кнутся до этого необходимо. Особливо это течется подлетков, які схильны до правопорушения. Каб докладно вызначать, які занятки затекавить к эту категорию, на Гумишчине звернулись навык депрессивных психологов. Такая пильная увага тлумачится просто. О пошний час подлетки почали притягиваться до криминальной отказности за реализацию наркотиков с наступным отреманием зусим немаленьких терминов зневоленням. Ответственность за незаконный оборот наркотических веществ с целью их реализации у нас наступает с 14-летнего возраста. И анализируя приговоры по уголовным делам судов в текущем году, необходимо отметить, что даже несовершеннолетним означается достаточно суровое наказание в среднем от 8 до 9 лет лишения свободы именно за сбыт наркотических веществ. В час зимовых каникул работники школы планируют наведать усе семьи, которые находятся в социально небезпечном становище. В научных установках в этот период у Воголя обещает быть вельми насыщенным. В рамках областной акции в Новый год без права по рушению пройдут доброченные елки, спортивные мероприемства на свежем поветре и экскурсии в музеи и театры, плюс работа оздоровленческих лагерей. Несмотря на то, что за последние 10 лет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось в три раза, вместе с тем, как показывает анализ, порядка 500 преступлений будет зарегистрировано в 2016 году, совершенных несовершеннолетними. Значительная часть этих преступлений происходит от безделия. То есть несовершеннолетним нечем заняться. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Размова о мерах профилактики злочинности сирот неполнолетних, занятости школьников на каникулах и заховании правопорадка в святочные дни пойдет завтра в программе «Деалог». Гостем студии станет наместник начальника милиции и громадской безпеки Управления внутренних справ Гомельского облыва «Канкама» Анатоль Васильев. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» в 19.01.20. Онлайн-трансляция доступна на сайте www.tvrgomel.by. Свои питания вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона промога эфиру у Гомелли – 77 68 45. Выники года культуры в регионе обмерковывались сенья. Почас промога эфиру программы «Задай питание уладе» на радио «Гомель плюс». Гостем студии стала першим наместник начальника Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гомельского облыва «Канкама» Ирина Пыркова. Об чим ишла размова у эфиры, ведают наши корреспонденты. Культурное житие региона в 2016 году было яскравым и насыщенным. Цекавыми подеями отзначены Амаль у сей месяцы календара. Одно из наибольшь масштабных разгорнулося у Верасни, у Рогачеве. У республиканским святе «День беларуского письменства» приняли удел «Деечи культуры» – представники дипломатичных миссий беларуских дыяспор с близкого и далекого замежа. Гэта национальная свята демонструет едность беларуского друкованного слова с вековыми традициями народа. У красавяку у Ельску отбылся добрачный творчий марафон «Адрадженне», примеркованы до 30-й годовины авары на Чарнобыльской АЭС. У делу им принял президент Беларуси Александр Лукашенко. Головная мета мероприемства – демонстрация пераутвореннёв, які отбыліся на потерпелых территориях, и спроба зламить стереотип их успрымания як Чарнобыльской зоны. Яркий самобытный фольклор, народные святы, абрады и рамёствы. Гэта отметная риса Международного фестивалю этнокультурных традиций «Клич Палесся». У Чарговый раз юн прымаў гостей у Ляскавичах Петраковского района. Гэта уникальная махчымасть докрануться до духовной спадшны наших проткаў. Ярка и ведовишна на Гомельщыне сёліта правялі восьмуюся беларускі фестываль народного гумару «Ауцюкі». Свята сабрала у Ліпіні у Калінковицким районе лепших самадзейных гумарыстаў-энтузіастаў. Завіталіна фестываль так сама коллектывы з Расії, Украины і Малдовы. Тым часам ў Гомелі наўбуйнійшы культурной падзеў сёліта стала правядзіні міжнароднага фестывалю хореографічнага мастацтва «Сожскі Карагод». На сценичныя пляцовкі выходзіли артысты с самых розных кутков планеты. Па свыему захапляльной была хореографія кожной націй, пранікнённая беларуская, атмосферная прыбалтыйская, ці наполнена эсэнсам карэйская. Угод культуры паступова набліжаецца да сваего завяршэння, Алина Перадя, Карагод, новогодніх промьер. Работники устану культуры рыхтуется порадовать юных і дорослых наведвальникам. Все учреждения культуры, абсолютно все, буквально с этой недели, начинают своё новогодніе представление для дітей. Многі уже учреждения начали работу с детьми. Это і выездные, это і деревня Бабки Ёшкина, Докабелецкий работает у нас, і все наші театры, все клубные учреждения, абсолютно все. То есть нужно следить за афишами на любой возраст, потому что разновозрастные есть и для маленьких деток, и для средних деток. И родители могут с удовольствием посетить наши мероприятия. Поэтому нужно следить за афишами, покупать билеты и получать новогодніе настроение и удовольствие. Вероника Ворошилина, Виктория Шумак, Игорь Марышченко, телераде, компания «Гомель». Самые видовищные новогодні премьеры першими наведають наши корреспонденты. Зараз мы расскажем про святочную программу под назвой «Чароуны куфера» «Где до мороза». На манеже гомельского цирка – поветранные гимнасты, эквилибристы, жанглёры и клоуны. Компанию им складают дрессированные перуанские попугаи, японские шпицы, скакуны и одразу 12 суматранских тыграу. Новогодняя программа «Чароуны куфера» «Где до мороза» – это незвычайная прогожая каска для детей и дорослых. Захопляльные номеры под куполом цирка изменяются потешными выступлениями клоунов. У пошуках «Где до мороза» и «Снягурки» на манеже ладятся жартованные парады иные репризы. Труки за огнём и ульни с ледачами. Мы не первый раз в «Гомеле». Мы знаем прекрасно, какая у вас хорошая и добрая публика. И поэтому мы постоянно хотим чем-то вас удивлять. Поверьте, на этот раз удивляться многому. Это новогодняя сказка с персонажами, со своими изюминками, загадками. Поэтому мы сделали всё, чтобы вот это время, которое зрители сидят в зрительном зале, он не скучал. И для нас самая лучшая награда – это смех, аплодисменты. На манеже цирка свою уникальную сдольность демонструить поветранные гимнасты, килибристы, жонглёры. Компанию им складают дедрессированные перуанские попуга, японские шпицы и скакуны. Сиротные больших стремальных, номер за арбалетами и эквилибр на канате. Не меньше хвалюющая частка цирковой программы – выступление одразу 12 суматранских тыгров. Под керавницем народного артиста России Миколая Пауленки, ГТП «Гожи» и величные полосатые акробаты демонструють публице спрыт, силу и особливости своего характера. Программа, представленная у Гомельским цирку, покорила сердце глядачау «Амаль-20 краин света». Сирот я е распроцовщиков и выканавцев народные и заслуженные артисты России. Утым лику ладальник высшейшей у знагороды престижного соцветного фестиваля у Монте-Карла Миколай Пауленко. Визитная картка этого видовичного шоу захопляльные труки у живым выкананне. То, чем славен цирк всегда, и цирк все-таки не поддельное искусство, можно петь под фонограмму, а танцевать. Балеты цирка, они вне всякого подозрения, что можно сделать что-то фальшивое. Поэтому, когда подбиралась программа, то главное – это был трюк, чтобы люди работали. Новогодняя программа «Чаровный куферок Деда Мороза» в Гомельском державном цирку будет проходить до 30-го снежня, а в Новом годе протягнется с 2-го по 15-го студене. Загадковая подорожа у святциркового мастерства подороть выключено приемное уражение и добрый святочный настрой. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько, телер, радиокампания «Омель». И об спорте. У Гомеля отбылась республиканская спартакия до детячо-юнацких спортивных школ по бадминтоне. У споборництвах приняли удел спортсмены 2000-го года на Радженне, причем приехали мацнейшие. Эти соревнования являются одним из этапов отбора на чем переса Европы У-17 и У-19. Представники Гомельской области на республиканских споборництвах зауседы улику фаворитов. Без узнагородных же спортсмены не застались и на гэтый раз. Средо двенаков у одиночным разраде два медали. Мазыранин Илья Шарбенко стал другим. Гамельчанин Игорь Бондара у третьим. У споборництвах девчат сребра выиграла Мазыранка Ганна Бондаренко. Тандем Бондаренко-Шарбенко трапил на пьедыстал у микстя. И на гэтым выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого вечера. До новых встреч в эфире.